Почему это происходит сейчас? На мой взгляд, несколько причин. Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза, и из отдельных стран Европы, и из Соединенных Штатов, и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии. Первое. Второе. Как мы знаем, в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов. И больше, что олигархи некоторые с одобрения наверняка политического руководства финансировали этого кандидата, или эту кандидатку, если так сказать более точно. Теперь им нужно наладить отношения с действующей администрацией, и тоже через конфликт это всегда лучше, это всегда удобнее, легче втянуть действующую администрацию в решение украинских проблем, ну и наладить таким образом какой-то диалог. Третья причина внутриполитическая. На фоне явных неудач в сфере экономической и социальной политики активизировалась оппозиция, ее нужно заткнуть, нужно мобилизовать вокруг действующего руководства населения. Это тоже достигается задача легче на фоне возобновления какого-то конфликта. Есть еще одно соображение. Я думаю, что сегодняшняя украинская власть не готова вообще к реализации минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения. И этому тоже способствовало бы развитие конфликта. Очень рассчитываю на то, что здравомыслящие силы в самой Украине, а также те, кто заинтересован в решении вопросов подобного рода политическими средствами, не позволят развиваться ситуации на юго-востоке Украины по наихудшему сценарию, а наоборот сосредоточат все свои внимание и усилия для того, чтобы исполнять минские соглашения.